Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы сегодня играем впервые в игру под названием Мышкина энциклопедия. Это должна быть, по идее, до чертика, прямо такая милая игра. Ну и она должна быть, по идее, обучающая, как я понял. Давайте посмотрим, познакомимся с нею, и, возможно, это будет далеко не последняя серия по этой игре. Итак, смотрим, что тут надо делать. Игра про мышку, это уже понятно по названию. Какие-то ноги. Ага, это наш мышонок, который, судя по всему, живет как раз вот в этой норе. Немного потише звук я сделал. Так, и чего? Нам говорят, что нужно нажать сюда. А, мы можем взять лупу и что-либо этой лупой изучить на карте, допустим, на стол. Так, как играть? Зверики двигаются, если на них нажать. Понял, это наш мышь. Двигать лупу, чтобы узнать что-то новое. Двигать, надо по ней так водить, по идее. Ищи маленькие лупы. Маленькие лупы ищи. Двигаться с помощью стрелок или мыши. Карточки закрываются по щелчку. Открывай карточки. Карточки. Так, ну пока что так, типа, как бы, вроде как понятно все. Двигаться. Ага, я могу и стрелочками ходить. Иногда, 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 смотрите, как она становится. На четыре лапы. Хорошо. Ищите маленькие лупы. Мы можем брать большую лупу и что-либо-то изучать. Тут, наверное, ничего нельзя изучать. Но это просто наш дом, на самом деле. О, на рюкзак хочу навести. А, ты берешь лупу и после этого уже смотришь, куда ты можешь еще навести. Тут обучалка. Ищи маленькие лупы. Понял. Нажал. Давайте немного сюда проползем. О, сверху личинка. На нее навести нельзя. Ну, там нету лупы. А вот на эту личинку и на эту можем навести. Ну, это, судя по всему, будущие какие-то жуки, либо черви. Нет, наверное, жуки какие-то. Так. Белый червь, оказывается, это, питается крошками растений. Он находится в земле на глубине 20-100 сантиметров. 100 сантиметров это 1 метр. Личинки зимуют под землей. Белый червь это личинка майского жука. Ага. То есть с них майский жук потом получается. Чтобы стать взрослым жуком, ему нужно 4 года. Что? Стать взрослым жуком ему нужно 4 года? То есть сначала вот такие единички. Сначала яйца откладываются, да? Наверное, майским жуком, соответственно. Под землей откладываются яйца. Кто их откладывает? Наверное, майский жук, если он в внешнем итоге получается. Потом личинка там по корням питается, питается. Проходит 4 года. Получается такой червь. А потом майский жук с него вылупляется. А еще сейчас я зап... Январь, февраль, март, апрель, май. То есть в пятом месяце они будут вылазить, майские жуки. Правильно? Ждем. Ждем не с нетерпением. Я сейчас в марте это записываю ролик. Так. Жуки. А эту личинка тоже самое? О, майский жук. Тут уже, собственно, информация про него. Фасеточный глаз. Что это означает, фасеточный глаз? А, это фасеточный глаз. Вот это что ли у него? Это вот называется фасеточный глаз? Или что там? Фасеточный. Это жвалка. Это его... Чем он как бы кусается, что ли? Громко жужжит в полете. Но это я знаю. Расправленные крылышки. Вот они так. Усики вблизи. Вот эти усики, да. Всем знакомые, конечно же, этих майских жуков. Суп из майских жуков. Что? Нет. Никто суп не делает с майских жуков. Стоп. Стоять. Спокойствие. Столько спокойствия. О, червяк. Дождевой червь. О, на рыбалку с ними хорошо ходить. Это точно. Западный проход. Западный проход. Поясок. Сегмент. Ртовая полость. Понял. Страхи дождевого червя. Ну, рыбалка, о чем я говорил. Крючок. Курица. Птички. Потом кроты их жрут. И маленькие птички. Питается почвой, остатками растений и мертвыми насекомыми. Так, любит рыть землю. Обогащает почву. Ну да, он разрыхляет и дает возможность растениям лучше вырастать. Ну, это понятно. Это мы знаем. Еще что хотелось сказать про этого червя, что я знаю. Что если его перерубить, и он, в принципе, не умирает. Он может как-то потом регенерироваться. И получается, с одного червя могут получиться два червя. Так. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну, это мы все изучили. Корешки. А наверх можно заползти? Ага, мы можем и наверх ползать, кажется. Так, а это? Я хочу куколку изучить, вот эту. А вот я не знаю, давайте сначала нижнюю часть. А туда к ним внутрь залезть можно? Наш мышонок. Так, это у нас изучать нельзя. Идем вниз. Ой! Кроты спят. Кроты спят. А, это землеройка. Это мышь такая. Ежедневно она съедает столько же, сколько весит. Ничего себе. Вот она питается, конечно же. Ест она червяков, каких-то улиток, пауков. Дождевых червей опять-таки. Череп землеройки. Вот так выглядит. Следы землеройки. Раз, два, три, четыре, пять. У них пальцев. Как у людей, в принципе. Землеройки живут в лесах, парках, на полях и лугах. Вот такие землеройки. Очень похожи на мышей. Маленькие землеройки часто ходят гуськом за своей мамой. Так забавно все выстроились тут. Так, хорошо, хорошо. Мы можем к ним вниз в гости спуститься? Не, вниз нельзя. О, мы слушаем, как они спят. Можно послушать звук слышно, как они храпят. Так, а это их не еда. Можно нажимать, оказывается, на всякие еще штуковины, чтобы как-то это дело активировалось. Так, на корешки и на червя тоже можно нажимать. О, куда он пополз? Стой, стой. Куда ты ползешь там? Так, и на этого можно нажать. Там что-то кушает. А на эту маленькую нельзя нажать. Что здесь можно клацнуть? На них тоже можно нажимать. О, гляньте-ка, мы потревожили немного, эти как его, личинок, майских жуков. Прикольно, они кувыркаются. Хорошо. А тут на стол можно нажать, попить кофе, попить тортик и кружка у него тут. А как-то ничего не пьется. Так, шкаф. Это тут ничего не нажимается. Я просто решил вернуться, проверить на всякий пожарный. Так, идем пока что по этому нижнему ярусу, потом будем наверх подниматься. Здесь мы все изучили. Что тут у нас еще? Это мы все... О, так, подождите, там какой-то жук непонятный. Медведка. Личинки. Кладка до 300 яиц. Вот такое, потом вот такое, а потом вот такое. Личинки вылупляются из яиц. Личинка линяет несколько раз. После последней линьки медведка вырастает до 6 сантиметров в длину. Я такого что-то не припоминаю насекомого, честно говоря. Так, давай немножко пройдем. Так, ничего не видно. Можно на них нажать. О! Они перешептываются. Слышно? А ты? Не-не, что-то меня сошрет. Лезь обратно. Обратно ползи. Не надо вылазить. Не надо. Так, пробуем теперь, собственно, медведку эту изучить. Что за медведка такая? Так это кузнечик. Нет? Не, не кузнечик. Или кузнечик. А что медведка? Орган осязания. Они этим нюхают попой, что ли? Церки называются их нитиусы. Так. Роет землю сильными передними ногами. Ага, у него ноги передние сильнее. Как крот, что ли? Медведка может летать и плавать. Ага, у него и крылья есть, еще и по воде может плавать. Он вообще какая-то многофункциональная насекомая. Медведка может летать и плавать. Вот, самцы привлекают самок громким потиранием крылышек. Самки любят грызть корни растений. Так, вот он тут ползет, 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 грызут корни. Понял я все? Все с вами ясно. Так, тут вроде бы пока что больше изучать ничего нельзя. Так. О, крот! Наконец-то мы нашли крота. Это он все насобирался, без только червей. Судя по всему, здесь какие-то они перемолотые уже. Так, жмем на крот. Крот храпит. Так, сначала червей смотрим. Кротовая кладовая. Усики. Это его усики, понятно. Понятно. Кроты откладывают дождевых червей на черный день. Они прокусывают их, чтобы те не шевелились. Ну понятно, он их, короче, уничтожает, делает полумертвых. Так, на черный день. Острые зубы у крота ориентируются по запаху, питаются насекомыми. И есть майских жуков, и личинок, и личинок, и все подряд, короче, жрет крот. Крот. У нас такое существо всеядное. Надо, наверное, наверх подниматься. Мы там вроде все как изучили. Так, а здесь что? Мы к озеру подобрались потихоньку. А ну-ка, что это такое? Это что за коза? Я такого даже не знаю, насекомого. Что это? Это похоже на какую-то ящерицу. Это какие-то рыбы. Нет, нет, куда ты поползло? Стой, обратно иди, вернись обратно в свои камни. Куда ты пошло? Тихо, тихо, сиди там себе. Так, рыбки. Мы сейчас всех запустим рыбу. Надо их всех изучить, всех посмотреть, что они такое, что они себе представляют. Ну давайте начнем с этого. Это называется веснянка. Вот такое оно. Личинка веснянки и взрослая веснянка. Потом с крылышками оно такое получается. Туловище в панцире. Панцире выбивают самыми разными. А, бывает самыми разными. Туловище в панцире. А, подожди, подожди. Туловище в панцире. Я как-то не совсем осознаю. Ага, вот такое оно. Туловище в панцире. А панцире уже могут покрыть и верхнее может быть разного типа. Туловище, понятно. Яйца откладывают на камнях. Личинка вот такого. Это личинка, видимо, ползает. Любят пресную воду. То есть в соленой воде они не водятся. Так, теперь ящерица. Это тритон. В период размножения у самцов вырастает гребень. А, то есть у них иголки сверху получаются побольше. Значает, что он готов к размножению. Еда. Червяки, личинки земноводные. Под водой он улазит. Но у него есть лапы. Вы, наверное, можете на суше выкарабкиваться. Как он дышит. Предпочитает жить в норках, в лугах или тропических лесах. Размножается в воде. Развитие тритона. Личинки на листьях откладывают. Откладывают, вернее. Вот они вот так вот, потом вот такое плавают. Что-то непонятное. Потом такое, а потом уже вот такое. Тритон. Понятно. А что за рыбы были? Смотрим. Головастик, личинка, лягушки. Так это лягушки самые настоящие. Головастик вырастает в лягушку. Развитие. Маленькое такое. Такое. Потом с хвостом такой. Похоже на сперматозоид. Потом вот такое. Потом ноги пролупляются у него. И получается лягушка. Потом уже прыгает и квакает. Так, понятно. Вот оно тут вот такое все. Все мне с вами ясно. Идем дальше изучать. А куда мы идем дальше? А дальше мы, наверное, должны уже будем с вами подниматься наверх. Давайте же тогда начнем сначала. Раз уж мы так начали. Чтобы мы ничего не прозевали. Вот начнем с этого места. Что у нас тут? Есть вот такое что-то белое. А есть такое что-то... Это даже не нажимается. Ну, раз уж так, тогда будем изучать по очереди. Начнем с этого белого. Это бронзовка. Размер 1,4-2 сантиметра. Ну, где-то вот чуть меньше, чем половина спичечной коробки. Личинка напоминает по форме букву С. Вот такое оно. Так, отлично летает. Ее любимая еда это пыльца, нектар и спелые фрукты. Сладкоежка, что ли? Походу, сладкоежка. Личинки живут в компостных ямах. Питаются палой листвой и сухими корешками растений. Ага. Ну, понятно. Понятно мне все с тобой. Значит, идем наверх. А мы тебя можем изучить? Так, это... Боже, они такие мерзкие, как вспомнил. Я их видел. Только я обычно видел таких многоножек зеленого цвета. А это какая-то коричневая. Твердый панцирь. Тело в разрезе. Ой, кто-то разрезал его. Ну, так-то вот так оно и будет в разрезе тела. Значит, если многоножка чувствует опасность, она сворачивается в кольцо. Вот таким образом, если опасность чувствует. Видимо, я подошел. Сегменты тела. То есть, оно делится на такие, как будто бы отделы. Голова, усики. Что? 2,5 сантиметров? Оно такое маленькое. Нет, оно побольше обычно было. Может, я перепутал с чем-то другим. Живет под опавшими листьями и камнями. Питается тем, что остается от растений. Ну, всякими такими перегнившими корнями, я так понял. А как мне к этому существу подобраться ближе? Я могу к этой личинке туда в гости? Нельзя изучить что-то. Просто кто-то там дрыхнет. Нельзя его изучить. Ну, ладно, идем тогда вверх. В воздух. Ползем на воздух. Так, можно налево, можно направо. Идем пока налево. О, мы наружу можем выкарабкаться. Подожди, не спешим. Не спешим пока наружу. Тут еще есть некоторые... О, бабочка. Опа. Капустница. Тонкий усик. Заднее крыло. Мохнатое тельце. Вот это. Переднее крыло. Заднее, переднее. Переднее, заднее. Так, согнутый спиралью хоботок. Это где у нее? Хоботок. А, это ее, видимо, нос. Это голова ее с глазом. А это, видимо, ее нос. Хоботок. Крыло покрыто чешуйками. Чешуйками. Надкус... Надкус... Чуть-чуть. Надкусанный лист. Ага, она жрет листья. Ну, понятно, почему ее называют капустой. Видимо, она любит капусту жрать. Ну, и вообще, все остальные листья тоже. Откладывают они такие, как бы, свои яйца. Потом они вырастают в гусеницу. А потом уже в бабочку пили. Кокон. Кокон. Вот кокон. А потом уже с кокона получается бабочка. Развитие бабочки. Одно яйцо. Яйцо. Яйца. Гусеница. Куколка. Бабочка пьет цветочный нектар. Ну, понятно. Понятно. Любит всякое такое, чтобы цвело. Значит, это у нас бабочка была. А это что за существо внизу? Червяки какие-то? Наблюдение. Тебе понадобится большая стеклянная банка. Две-три дождевых червя. Лист бумаги. Это чтобы я могу сам себе такое соорудить? Подожди. И что произойдет? Еще раз. Значит, нам надо большая стеклянная банка. Допустим, трехлитровая. Два-три дождевых червя. Лист бумаги. Скотч. Песок. Земля. Несколько листьев. Дождевые черви любят рыть землю. Проверь банку через пару дней. Песок и земля будут перемешаны. Ход работы. Так, подожди. Ага. То есть, они постоянно будут... Если ты засыпешь, допустим, один уровень землей, а другой уровень для тебя будет, допустим, песка. И ты потом их туда запустишь, этих червей, закроешь? Нет, закроть не надо. Листья. Так, насыпь в банку песок и землю. Ага, видите, как они насыпали? Допустим, сначала слой небольшой земли, потом слой песка. Слой земли, слой песка. Слой земли, слой песка. Оберни банку бумагой, чтобы у них там... Зачем? Добавь пару червей и листья. А зачем бумагой обворачивать? Видимо, чтобы был сюрприз потом. Чтобы мы увидели потом... Оп, открыли, а там оно будет все перемешанное. Ну, черви все перелопатят там, скорее всего. Ну, что, будем червей разводить или как? О, мышь выбралась снаружи. Ага, тут еще и листья можно изучать. Но мы ведь с вами еще не до конца изучили все под землей. А ну-ка вниз ныряй. Мы там с вами еще не изучили два прохода. Я помню. Или один проход. Вот проход еще есть. О, тут видите, тоже имеются существа. Вот первое. Это сыроконожка. Вот это страшные. Эти вот с такими длинными. Задние ножки длиннее передних. Жесть. Так, 15 пар ножек. Так, тело в разрезе. Сороконожка охотится на крошечных насекомых. Сегменты тела ножки. Усики. Жвало глаза. Живет под деревесной корой. Камнями и в опавшей листве. Ну да, они такие тоже как будто бы падальщики, скажем так. А этих нельзя личинок изучать. Снова меня наружу выталкивают. Подождите-ка. Мы тут все изучили. Тут мы, кажется, наверх пробирались с вами. Нет? Этого мы смотрели? Жук. Не смотрели. Могильщик. Почему могильщик чувствительные реснички питается, чует запах, падали во время полета. А, то есть умирает, допустим, крот, они могут его обглодать. Предостерегающая окраска. Жук-могильщик закапывает тушки животных в землю. Ага. Не даже так могут. Труп взять, яму для него сделать и закопать. Жуки делают из тушек шаровидные комки, чтобы съесть их попозже. Обволакивают их и потом сжирают под землей, чтобы они там разлагались. Какие полезные жуки? Ну, полезные же, полезные, согласитесь. Потому что может же разлагаться и какая-то зараза. Они под землю все спрятали и все. Это что за червячки? Личинка жука щелкуна. Три пары коротких ножек. И всего? И все? Когда личинки становятся взрослыми жуками, их тело вырастает до 40 мм в длину. 40 мм. То есть 4 см. Садовой вредитель любит грызь растения и клубни цветов. Ага. Значит, он вредный жук, оказывается. Опа. А что он как-то... Ага. Он так может... Со спины может отпрыгивать и становиться... Когда жук щелкун переворачивается на спинку, он сразу же подскакивает и приземляется обратно на брюшко. То есть у него есть, видимо, как-то этим панцирем может отталкиваться. Понятно. Опять наружу меня выталкивает. Подожди. Тут еще какие-то жуки. Комар-долгоножка. Личинки пытаются растениями. Комары-долгоножки не умеют жалить. А в чем прикол? Рыболовная наживка и голова вблизи. То есть их можно тоже как для дождевых червей использовать. Размах крылышек до 5 см. А, я знаю, что это за... Я их видел. Я их видел. Самки откладывают яйца в травку, в траву, в траву. Ножки таких комаров длинные и часто ломаются. Но они, по-моему, не очень просто у них крепкие. Поэтому они, собственно, и ломаются. Это что такое? Это нельзя. Так, значит, здесь мы глянули все. Тут мы тоже, кажется, наверх поднимались. Изучали. Все. Теперь мы можем наконец-то с уверенностью сказать на 100%. Что мы с вами все и тут изучили. И можем теперь выбираться наружу. Что мы здесь имеем? А здесь мы имеем полно всего интересного. Ага, здесь мы были. О, а этого мы не смотрели. Это водомерка. Длинные ножки. Усик живет в побережной части спокойных водоемов. А, это те, которые бегают по воде. И могут по воде бегать. Хищник, глаза находятся посередине головы. Глаза находятся посередине головы. Тьфу ты. Водомерки чувствуют движение в воде. Они прокалывают пойманных насекомых и высасывают из них жидкость. Жесть. Реально такие жидкости. А я не могу купаться. Мышь, ты что, не умеешь плавать? Так, что за растение? Болотная калужница. Желтый цветок. Плод вблизи. Верхние листья без черешков. Калужница ядовита. Растет там, где много воды, рядом с ручьями и прудами. Нижние листья с черешками. Наверное, у них какие-то лекарства можно с него сделать. О, жук. Так, сейчас мы все тут изучим. Это что такое? Лесная незабудка. Это точно растение целебное. Голубой цветок у него. Тишечка и цветок такого вида. Листья без черешков. Пушистые листья. Глаза цвета незабудки. Растет на илистых берегах, болотах и в лесах около рек. Незабудка это ползучие растения. Оно может передвигаться, что ли? То есть оно может реально двигаться к более влаге, побольше там, где есть. К какому-то озеру поближе. Так, это Невяник. Белый, похоже на ромашку. Белые цветы, лепесток, листок вблизи, зубчатые листья. Любит, не любит. А, ну да, мы же любит, не любит, любит. Это как ромашка. Растет на лугах, склонах, холмах, пастбищах, около дорог и в рощах. Почему Невяник, а не не ромашка? Ну оно же реально на ромашку очень сильно похоже. Может это правильное название? О, какая-то стрелка за. Так, Стрелка. Стрелка, Стрелка, Девушка. Крупные глаза. Самая натуральная стрекоза. Размах крылышек. Это, видимо, научное название по энциклопедии. А стрекоза в народе называют. Размах крылышек 45. Четыре крыла. Живет у стоячей воды. Летает с мая по сентябрь. О, скоро будет летать. Так, самки откладывают яйца на стеблях растений. Личинка. Вот они откладывают. Потом личинка, получается, под водой наводится, кстати, о птичках. Подросшая личинка. Тройка. Четверка. Линька личинки. Он у него линяет и потом понемногу выбирается. И потом взрослая, когда уже крылья прорезаются у нее. Понятно все. Так, следующее растение. Это колокольчик. Цветы фиолетовые. Цветок вблизи. Листья без черешков. Цветок в разрезе. Листья с черешками. Короткий корень. Два типа листьев. Так, хранится законом. Охраняется законом. Растет на пастбищах, лугах, полях, окраинах, лесов и склонах. Колокольчик. Ну это, видимо, то, что не разрешают срывать, потому что оно занесено в красную книгу. Да? Мы на это все дело еще можем нажимать. Я и забыл. Смотрите, как... Летает стрекоза, жуки. Так. А мы могли нажать на это существо? О, ну фигается. Давай рыбы вперед, хватайте. Сейчас всех активирую. Смотри. Так, стрекоза, мне нравится, когда она летает. Жуки в атаку. Пошли, жуки. Так, это мы посмотрели. Давайте этого запустим. Это кузнечик. А ну вернись, кузнечик. Вернись, я все прощу. О, вернулся кузнечик. Так. Зеленый кузнечик. Задняя ножка. Усики. Боже, как я любил в детстве их ловить. Ладошкой. Голова. Средняя ножка. Ухо на ножке. Ухо на ножке? Что? Ухо на ноге у него? Он может слышать через ногу. Передняя ножка. Питается растениями и мелкими животными. Самки вкладывают яйца в землю. Зеленый окрас помогает им маскироваться. Ну да, чтобы их не было заметно. Так, летайте все тут, летайте. Движуху наводим, наводим движуху. Это подорожник. О, когда ты упадешь, допустим, коленку разбиваешь, только надо чистую подорожник прикладываешь. Я очень быстро, я помню, раны заживали в детстве особенно. Плод коробочка. Маленькие соцветия. Подорожник большой и средний. Ланцетолистный подорожник. Ланцетолистный. Прикорневая розетка нижних листьев. Растет в траве, на лугах, пастбищах и около дорог. Сироп из подорожника лечит кашель. Никогда его такого не пил, честно говоря. Сироп из подорожника никогда не встречался. Луговый василек. О, знакомое растение. Фиолетовые или розовые цветы. Медоносное растение. О, пчелы и насекомые любят их кушать. Листья разной формы. Верхние листья, нижние листья. Растет на лугах, пастбищах, около дорог и у полей. Понятно. Так, мы это посмотрели. Подорожник и это тоже посмотрели. Теперь вот это. О, это чебель. Чебрец, помню, такое тоже помню. Широколистный, короткий, древесный стебель. Маленькие фиолетовые цветы. Листочки разной формы. Ползучий стебель. Ползает, да? Передвигается само растение. Чебрец очень ароматный. В основном растет на сухих травянистых склонах. Чай с чебрецом лечит кашель. Цветок вблизи. Сушка чебреца. Никогда, кстати, не пил чебрецовый чай. Интересно бы попробовать было. Так, это что? Гвоздика. О, это добавляют тоже в чай. Розовые цветы. Цвет распускается постепенно. По цветке пять лепестков. Парные листья растут в разные стороны. Листок вблизи вот такой. Растет на сухих лугах и у полей. Коробочка, в которой лежат семена. Коробочка у него есть. Понятно мне все с вами. Так, это что? Тысячелетник. Тоже, по-моему, целебные растения. Лекарственные растения. Белые или розоватые цветы. Цветок вблизи. Листок вблизи. Ползучие корневища. Тоже передвигается, да? Растет у полей. Лисовь и дороги. В разрушенных домах. Немного горчит. Чай из тысячелетника полезен. Просто полезен. А отчего не пишут. Просто, видимо, богат на какие-то витамины. Это бабочка? Капустница. А так мы внизу ее такую видели. Тонкий усик. Заднее крыло. Махнатое. А, мы когда вылазили, видимо, мы про нее прочли. Или мы на гусеницу тогда наводили капустницы. Наверное, мы наводили на гусеницу. Давай запустим. А ну-ра. Как ты мне покажешь нам класс? Она только, видите, поползла, поползла по траве и вернулась на свою позицию. Понятно все-то с тобой. Ленивая. Не хочет летать. Это крапива? Белая крапива. Цветы капустни распускаются снизу вверх. Любимая еда пчел. Крапива? Любимая еда пчел? Первый раз слышу. Плод орешек. Плод орешек вырастает до 30-50 сантиметров в высоту. Полый степель. Листок вблизи. Растет вдоль заборов, дорог, ручьев и разрушенных домах. Любит такую, видимо, влагу все-таки. И тенечек. Тенечек. О, одувашка. О, одуванчик, листья, желтые цветы. Венок из одуванчиков. Да, делали такие наверняка, особенно девочки. Так, лекарственное растение. Полый стебель. Длинный корень. Мед из одуванчиков. Первый раз слышу. Выделяет белый горький сок. Растет в траве, на лугах и около дорог. Семена разносятся ветром. Одуванчики, да, можно так, короче, открой рот. Открывает рот, ему одуванчик вот суешь. Знаем, знаем, такие прикольчики, знаем. О, это что-то знакомое. Это клевер, что ли? Белый клевер. Белые или зеленоватые цветы. У клевера тройные листья. Иногда можно найти клевер с четырьмя лепестками. Да, вот внизу. Побеги помогают растению разрастаться. Листья, цветы и стебли очень вкусные. Особенно кролики, я знаю, да, любят их кушать. Растет на лугах, не спаханной земле и в канавах. Это медоносное растение. Пчелы, то есть, любят его. Раньше листья ели, как шпинат. Четырехлистник приносит удачу. Да, знаем мы это, знаем. Все ищут четырехлистники. Лютик едкий. Желтый цветок. Раскрывающийся цветок листья на длинных стеблях. Растет на влажной почве ядовитое растение. Сок лютика может вызвать волдыри. Даже так? А это что? Это маргаритка. Бело-розовые цветы. Короткий корень. Лисия цветет даже при холодной погоде. Листок вблизи. Весенний салат с цветами. Даже готовит салат с него, с маргаритки. Растет на лугах, лужайках, пастбищах и полях. Вот такие дела. И что теперь? Видимо это все. Видимо мы эту карту полностью всю с вами изучили. И мне так кажется, что мы здесь больше новой информации для себя не почерпнем. Не познакомимся с другими какими-то растениями, либо же насекомыми. Но в любом случае мы можем вернуться еще на начальный экран и запустить лес. Это будет уже вторая серия. Скажите мне пожалуйста, вы хотели бы, чтобы я и вторую снял серию, посмотрел лес, а потом возможно пруд, сад. Ну на этом, пожалуй, мы пока что с вами останавливаемся. Увидимся в следующей серии. Но хочу с вами сразу заметить, что вот в пруду мы уже сможем видимо плавать. То есть будет возможно интересно. Увидимся в следующем ролике. С вами был Неломов. Мы играли в игру под названием Мышкина энциклопедия. Всем пока-пока. Мышкина энциклопедия